Зная о тех катаклизмах, которые случились в Республике Башкортостан в минувшие две недели, мне было очень любопытно послушать, как это будет звучать в устах Хабирова на очередной оперативке 29 июля в Белом доме. Начал, дорогой Радифаритович, с мелких неприятностей на фоне всеобщего процветания и спокойствия. Вот буквально так это звучало. Начал он с потопов, пожаров и кратко отметил, что все эти неприятности, обрушенные мосты, смытые дороги, затопленные жилища должны быть ликвидированы буквально в считанные дни. То есть прямо вот раз и все. Надо решить эти мелкие проблемы, заявил Хабиров. И слушая эту беззаботную болтовню Хабирова, я подумал, что эта же самая власть на самом деле на протяжении последних пяти лет и более мелкие задачи решала годами. То есть расселить какой-нибудь ветхий барак на четыре квартиры это задача чуть ли не на десятилетия. Куча бюрократических проблем, отписок, отказов, молчания властей и тут вдруг вот такое вот прямо волшебство. Складывалось ощущение, что Радифаритович достал волшебную палочку, стал ей размахивать в разные стороны, указывая на проблемы и магическим образом решая те самые проблемы. Однако в связи с этим возникает вопрос. Дорогой Радифаритович, а где была вот эта ваша волшебная палочка все предыдущие пять лет? Или это так сильно подгорело перед выборами? Так сильно нужно показать, как эффективно и четко работает административная машина Республики Башкортостан на фоне вот этих всех на самом деле достаточно существенных катаклизмов? Первым докладом оперативки помимо вступления Хабирова был, конечно же, доклад руководителя комитета по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан Кирилла Первого. Кирилл Первов обозначил ситуацию, как связанную с прохождением комплекса неблагоприятных погодных условий. Это была цитата. Вот примерно так теперь, значит, обозначают в официальных источниках те катаклизмы, которые произошли в Башкортостане. Ну, мы помним все вот про эти хлопки и прочие вещи, да, вот, то есть, замысловатым образом называть вещи, не называя их своими именами, это вполне в обычаях нынешней власти. Так вот, Кирилл Сергеевич сообщил, что в период с 15 по 28 июля, две недели последние, поступило 158 сообщений о подтоплении в 12 муниципалитетах Республики Башкортостан. Было затоплено 19 домов, 240 придомовых территорий, смыто 8 мостов, акцентирую ваше внимание на цифре 8, и размыто 10 участков дорог. Также было прорвано две дамбы. Это вот краткий итог того, что произошло за последние две недели в Республике. Наибольшие проблемы в этой части постигли Обзелиловский, Белорецкий и Училинский районы. По словам Кирилла Первого, выпало 200% месячных норм осадков. Эвакуировано в результате этих всех бедствий было 96 человек, среди них 28 детей. Кирилл Первов не применил подчеркнуть, что эффективная работа всех спасательных служб и администраций районов стала возможна только под чутким руководством дорогого ради Фаритовича. В его тираде на эту тему проскальзывало однозначное заявление о том, что только личное участие лидера башкирского народа Атая всех башкир, а по совместительству главы Республики Башкортостан, смогло обеспечить вот эту вот эффективную работу. Если бы не ради Фаритовича, то все бы, наверное, было значительно хуже, погибли бы люди и так далее, и так далее. К счастью, никто не пострадал. На момент доклада Кирилла Первого, по его заявлению, остаются затопленными 47 домов, 3 участка дорог и 4 моста. Дамбы, как сказал Кирилл Первов, пока еще держатся. Далее перешли к непосредственным докладам глав Абзелиловского, Белорецкого и Училинского районов, которые кратко доложились о случившемся именно на вверенных им территориях. Их доклады несколько отличались, на самом деле, от официальной версии случившегося. Например, главы называли процент выпавших осадков существенно выше, чем назвал Кирилл Первов, кто говорил 300, кто 400 процентов, а также немножко расходились данные о количестве разрушенных мостов. Я насчитал в докладах глав этих трех районов упоминание 10 разрушенных мостов, тогда как Кирилл Первов сообщил о том, что всего 8 мостов пострадало в этом катаклизме. О чем это, собственно, говорит? Это говорит о реальной несогласованности, на самом деле, внутри системы власти, хотя, конечно, никто этого признавать не хочет. Они затверждают о том, что у нас все тут слажено, все там, как говорится, по нотам и так далее. Также главы сообщили, что ряд населенных пунктов по сию пору оказались отрезанными от большой земли. Примечательно слышать главу Абзелиловского района, который сообщил о том, что к ряду населенных пунктов в его районе ведут дороги, по которым могут перемещаться только большегрузные автомобили повышенной проходимости. В переводе на русский язык с чиновничьего это означает, что дорог там в принципе нет и пробиться могут только военные вездеходы. Главы районов в один голос заявили, что ресурсов и бюджетов муниципалитетов категорически не хватит на ликвидацию последствий вот этих вот катаклизмов и бедствий. Ну, это было и так понятно. То есть, опять-таки, это все прозвучало как некая просьба о помощи. Хабиров, выслушав доклады глав районов, несколько прояснил механизмы работы его волшебной палочки. В частности, он сообщил, что только оценка ущерба и принятие решений по этим ущербам займет примерно 2-3 недели. Ну, то есть, только через месяц посмотрят, что случилось и как с этим быть, и что там по объемам, по суммам и так далее. А потом, по прошествии этого месяца, будут решать, когда, как и за чей счет все это дело будет ликвидироваться либо восстанавливаться. Совершенно категорически Хабиров заявил, что, в общем-то, восстановление самых дорогостоящих объектов, может быть, будет включено в эту самую пресловутую программу фонящих дорог. Ну, то есть, перспектива жителей Обзелиловского, Учеринского и Белорецкого районов получить назад хотя бы то, что было, весьма туманно. В общем, так себе, на самом деле, волшебная палочка получилась у Хабирова. И мне вот очень интересно, когда к сентябрю жители Обзелиловского, Учеринского и Белорецких районов поймут, что обещанная помощь осталась традиционной болтовней, вот насколько они свяжут это с тем, как им голосовать на выборах. Вот мне очень интересен этот социальный механизм, насколько хватит сознания жителей этих районов на то, чтобы подвести итог эффективности действий властей в их конкретном экстремальном случае. Или они так же, как обычно, кинутся бросать в избирательные урны бюллетни за дорогого ради Фаритовича. Ну, как говорится, увидим. Чтобы качественно ориентироваться в медийном пространстве, чтобы правильно оценивать достоверность информации, современному человеку необходимо получать информацию из различных, зачастую альтернативных источников. Потому, если вы не хотите, конечно, остаться один на один с информацией БСТ, помогайте, пожалуйста, материально нашему каналу, чтобы он мог существовать и дальше. Эта помощь будет залогом того, что вы будете получать альтернативную информацию, разную информацию, и будете иметь возможность сравнивать. Ради бога, если вы поддерживаете точку зрения БСТ, вы можете это делать. Но опирайтесь на хоть какое-нибудь сравнение информационных источников. Так что не забывайте помогать материально нашему каналу. За счет вас мы выживем. Помочь каналу можно исключительно через расчетный счет, который мы сейчас демонстрируем вам на экране, и который вы можете найти в описании к каждому видео на YouTube-канале «Открытая политика». Заранее большое вам спасибо. Далее последовал совершенно проходной доклад двух министерок о ситуации в ЖКХ и на дорогах РБ. Министр ЖКХ Голованова Елена Александровна сообщила, что количество аварий с отключением свыше 8 часов на минувшей неделе составило только 2 аварии. Обе они произошли в Уфе. 75 технических инцидентов, на которые уже никто не обращает внимания, а это тоже, по сути, на самом деле авария. И 3 тысячи дворников без устали метут столицу Республики Башкортостан. ЖКХ, по словам Ирины Александровны, вяло, нехотя, но по-летнему процветает. Любовь Викторовна Минакова доложила о ситуации на дорогах Республики в части дорожно-транспортных происшествий. Этих происшествий за минувшую неделю случилось 46, пострадало 62 человека и 6 человек погибло. Общее количество погибших на дорогах Республики Башкортостан в 2024 году составило 206 человек, что на 18 человек больше, чем в прошлом году. Смертность на ужасных хабировских дорогах обуздать не получается. Сколько бы денег не собирали камеры видеонаблюдения и фиксации нарушений ПДД, это никак не влияет на смертность и аварийность на дорогах. Впрочем, Хабиров, чтобы не портить, как говорится, мажорную ноту совещания, решил никак не комментировать доклады этих двух почтенных дам. Заслушали на совещании и доклад о ходе капитального ремонта школ. Хабиров всячески подчеркивал, что инициатива эта принадлежит лично Владимиру Путину, и что это очень важно, министр образования и просвещения Республики Башкортостан доложил о том, что в 2024 году приступили к капитальному ремонту 31 школы по республике. Из этих 31 школы 25 планируют завершить ремонтировать капитально только в 2025 году. Соответственно, в шести школах министр обязуется начать образовательный процесс 1 сентября 2024 года. Ну, немножко поспорили, министр сказал, мы второго откроем. Ему попеняли, что, дескать, 1 сентября это вообще-то начало учебного года. Ну ладно, это все по мелочи. Важно было, что министр образования все-таки сообщил о том, что в двух нефтекамских школах капитальный ремонт все-таки сорван. Там экстренно меняют подрядчика, что подрядчик оказался не такой, как нужно, а теперь у нас будет такой, как нужно и так далее. В общем, докладец получился так себе достаточно мутным. Понятно, что министр старался избегать каких-то острых углов. Вообще есть установка сейчас ни о каком негативе не говорить. Все должно быть очень мажорно. Тем не менее, Хабиров строго напомнил министру образования, что теперь он будет, он, Хабиров, будет любой срыв сроков по капитальному ремонту школ расценивать как ЧП. Чрезвычайное происшествие. Пять лет дорогой Радифаритович относился довольно лояльно к срыву сроков по строительству любых социальных объектов и вдруг он решил это расценивать как ЧП. Ну, повторюсь. Очевидно, что перед выборами подгорело. Очевидно, что нужно докладывать о каких-то успехах. А вот визуально показать эти успехи не очень получается. Я намеренно опускаю парочку абсолютно пустых и бессмысленных докладов, которые прозвучали на это оперативном совещании, потому что не хочу просто вас морочить и отнимать ваше драгоценное время. Вместо этого я расскажу о том, как продвигается опрос на нашем телеграм-канале, на телеграм-канале «Открытая политика», на который, кстати говоря, не забудьте подписаться. Этот опрос необычный, он продолжается не традиционно одну неделю, как обычно, а уже третью неделю. И мы намерены этот опрос продолжать. Он посвящен тому, как будут голосовать избиратели в сентябре на выборах главы Республики Башкортостан. На данный момент проголосовало рекордно большое количество человек, это уже почти 3300 потенциальных избирателей Республики Башкортостан, а это на минуточку уже каждый 900-й избиратель по региону. После набега троллей и ботов Хабирова позиция самого главы в этом опросе начала стремительно снижаться. Сейчас, на данный момент, за главу Республики Башкортостан, за его переизбрание на второй срок, готовы проголосовать только 30% опрошенных. Уже 33% заявили о готовности голосовать за любого другого кандидата, то есть им все равно за кого, только бы не за Хабирова. 10% намерены испортить бюллетень на голосовании и количество решивших бойкотировать выборы, то есть вообще не ходить на избирательные участки, на данный момент составляет 27%, и этот процент не изменен в течение уже двух недель. Согласитесь, 30% для Хабирова в этом опросе как-то не очень тянет на победу или тем более на всеобщую поддержку, которую ему необходимо будет задекларировать по результатам выборов. Он просто обязан в Кремль доложить о том, что его безоговорочно поддержало абсолютное большинство жителей Республики Башкортостан. Вот эти 30% как-то на абсолютную поддержку не тянут. Я еще раз призываю вас подписаться на наш телеграм-канал, поучаствовать в этом голосовании, потому что это голосование так или иначе, чем массовее оно будет, тем более достоверным будет представление о том, как на самом деле жители Республики Башкортостан намерены проголосовать на выборах.